всем привет мои хорошие с вами акемили и сегодня я снимаю для вас роллы очень красивый сет очень при очень вы просто посмотрите я прям руками я очень извиняюсь вы посмотрите на эту филадельфию здесь вокруг рыбка и причем рыбка такая знаете сдобная красивая такая яркая в общем как вы уже поняли сегодня у нас с вами даже знаете такой пар я не знаю вам видно было или нет но прям пошел такой пар сегодня у нас с вами будет мукбанг с роллами здесь много все я не съем сразу вот но сколько смогу съем давайте приступим и давайте приступим вот с такой вот филадельфии очень мне понравилось что вокруг везде просто ювелирно обернули этим рыбкой супер просто супер обалденно потрясно и здесь у нас ананасовый сок буквально вчера купила вчера я была в банке почему я вот так вот пью кстати комментарии видела потому что здесь у меня стоит коробка и вот так вот я просто не могу я могу задеть и просто здесь лежит коробка многие не знают и именно на коробке стоят сейчас вот в данный момент роллы давайте следующий вот этот вот какая же вкуснотича обожаю шапочкой просто сет из моих любимых ой какие они острые ой вот острые не очень люблю здесь также есть вот такие вот филадельфии они уже по круг не обернуты но тоже кушать можно впервые за наверное где-то неделю я вышла из дома мне нужно было в банк чтобы заплатить налоги точнее я просто положила деньги на карточку пришла домой и заплатила и за мной ехала какая-то машина давно у меня такого не было я еду я замечаю что за мной ездит машина я честно жутко испугалась причем я была одета знаете очень стрёмно но в брюках там не знаю старых домашних в куртке просто накрашенная в маске до меня что-то не очень доперло что он там за мной ехал но я думаю может человеку тоже в эту сторону что я могу сделать я же не могу ему запретить ехать в эту сторону потом замечаю что я иду домой он едет за мной ну прям знаете вот палево я такая кричу на него что я говорю вы зачем меня преследуете вам что от меня надо и он такой познакомиться и я такая с кем со мной причем мужчина он такой пожилой вообще не ровесник я не понимаю таких людей я честно испугалась я подумала может меня хотят похитить может меня хотят украсть а потом выкуп очень острые вот эти вот шапочки а так просто бомба в общем сегодня мы будем говорить на тему отношения между мужчиной и женщиной я сразу говорю я не психолог но просто очень часто в своем директе я вижу сообщение там совет как сделать что сделать люди спрашивают и просят об этом говорить видео я не хотела снимать подобное видео потому что я знала что в комментариях будет вот нашлась психолог и так далее я вообще вот этим психологом тренингом личностного роста если честно не очень как бы верю так скажем немного скептически отношусь я однажды была на одном тренинге может быть просто он был неудачный и после этого у меня сложилось такое впечатление но в общем и целом осталось недовольным можно так сказать и вот девчонки меня спрашивают айка как ты думаешь как привлечь парня как удержать и так далее просто расскажи о своем опыте вот кому интересно оставайтесь кому не интересно не смотрите я знаю девушку у нее двое детей и она вышла замуж за парня который на 5 лет ее младше действительно обеспеченный парень и плюс никогда не был женат в Азербайджане это редкость обычно с детьми как-то ну трудно выйти замуж и вот фишка заключалась в ее обаянии то есть мне кажется если парень действительно полюбит то он готов тебя и с долгами не знаю с проблемами и со всем когда он любит тебя ему плевать на все а чтобы он полюбил мне кажется очень важно не показывать свою заинтересованность то есть как только мужчина понимает что все вы от него зависите вы его просто обожаете вы без него не можете ревнуете его он сразу расслабляется хотя бы на начальных этапах отношения надо показать себя максимально занятой то есть тебе некогда смотреть кого он там лайкает некогда с этим всем возиться например у меня парень он подписан на 180 девушек ой девушек 180 человек и на нем подписано 180 и то есть лишних людей там нету и когда переходишь там буквально 90 процентов это парни 10 процентов это там сестра мама и так далее вот но если у вас не все так радушно так скажем на хоть какое-то время в начале делайте вид что вы это не видите потому что как только начинается вынос мозга парень сразу думает а нафига мне вообще это надо зачем мне это все очень красивый ролл согласитесь не выноси мозг первый заканчивая разговор всегда пусть он ищет время попасть в твое свободное время ты сидишь ждешь его с гулянок пока он придет домой и вечером вы с ним поговорите можно с работы не знаю ждать там не знаю с армии но с гулянок если он выбирает там каждый день гулять с друзьями а ты сидишь ждешь до вечера когда он придет и тебе наконец наконец напишет но на самом деле даже если применять все эти там фишки всякие психологов мне кажется есть мужчина бабники и их не изменить вообще поэтому когда делаете выбор нужно думать об этом тоже то есть если он по натуре такой человек вряд ли он изменится может изменится но это сделать будет очень трудно вам оно надо такие моменты тоже есть вот я всегда когда выбирала себе молодого человека я всегда смотрела на то чтобы он не был бабником много читал был интеллектуальный хорошо учился вот для меня такие приоритеты они были всегда выше у меня мама даже всегда прикалывалась айка говорит у тебя нету вкуса в универе учится так много симпатичных парней а ты выбираешь какого-то самого такого знаете ботана так скажем вот но зато ботан не бросит ботан не обманет хотя тоже не факт у ребятка уже это вкусно у ребятка уже это вкусно здесь вот один у меня развалился я тоже решил сюда положить вот эти вообще мои самые любимые они просто обалденно вкусные вчера с мамочкой делали японские булочки давно уже мама их не готовила с корицей они я кстати вам ссылочку оставлю в амфобоксе посмотрите вот они тоже знаете очень мягкие очень крутые вообще мне кажется японская кухня она потрясающая она обалденная следующий вопрос который я опять же беру из своего инстаграма обязательно подписывайтесь на мой инстаграм это из опросника который стоит в актуальном обязательно переходите задавайте там свои вопросы и вот в следующем видео я обязательно буду отвечать именно на твои вопросы итак следующий вопрос как ты считаешь нормально ли если мужчина старше женщины на 12 лет если вам интересно с этим мужчиной пожалуйста я считаю что любовь не имеет преград и не только если мужчина старше если женщина тоже старше лет на 30 я здесь ничего такого не вижу если они счастливы господи какие же острые вот эти вот запеченные ну ладно давайте следующий у нас в деревне есть сосед прям вот у нас огород заканчивается их начинается и они муж и жена и между ними разница в возрасте 40 лет знаете как там получилось наш сосед он женился потом к сожалению его жены выявили бесплодие и получается что лет 20 они прожили без детей потом он решил жениться на молоденькой и так получилось что вот эта девушка она была из детского дома или что-то такое и буквально негде было жить и она решила выйти замуж за вот этого пожилого человека и у них не помню то ли пять детей то ли шесть в общем огромная просто семья вот и у них муж короче сейчас уже умер изначально муж не хотел разводиться а его жена настояла на том что у тебя никогда не будет детей непонятно рожу я или нет как сложится жизнь разведись со мной и найди себе молоденькую а он решил сделать так он решил не разводиться со своей первой женой найти вторую и жить шведской семьей так скажем вот они провесники моей бабушки и самое удивительное что эта девушка согласилась согласилась выйти замуж за мужчину который в сорок лет в сорок на сорок лет старше еще плюс у него там есть жена первая сначала первая жена относилась к ней просто как к дочке жили дружно и все такое но потом там такие концерты были бабушка рассказывает каждый вечер потом там уже началась ревность ревность первой жены даже говорят на нервной почве у нее был рак и она скончалась это прям очень близкие соседи вот например вот это вот наши участки то есть у нас дом здесь у них дом здесь и вот здесь у нас такой заборчик то есть наш огород заканчивается и начинается их огород вот я естественно те времена только ребенком была я просто знаю их детей они почти мои ровесники а мама с папой их они ровесники моей бабушки так скажем и получается 40 лет ребят это он ей годился в дедушке то есть ему было 60 а ей было 20 да и он прожил до 100 лет вот такая вот история может быть кто-то из нашей деревни где я родилась я кстати родилась в деревне смотрит это видео то они поймут про кого сейчас идет речь потому что они такие рекордсмены так скажем таких подобных случаев в деревне никогда не было в общем ребят я наелась в прошлый раз ела все но в прошлый раз было меньше роллов и они были чуть меньше размера поэтому как то так всем желаю удачного дня приятного аппетита всем пока